Здравствуйте! На большой пресс-конференции губернатора получилось спросить Николая Ивановича насчет дальнейших планов по льготам. Чего ждать тем работающим пенсионерам, чей реальный общий доход, пенсия плюс зарплаты, и все равно ниже установленного порога нуждаемости в 19,5 тысяч рублей. Сейчас они, как работающие, остаются без выплат, но вот те, кто оказался в этой ситуации, ну это же как раз и есть самая нуждающаяся категория пенсионеров, которым надо помогать. И власти намерены эту помощь оказывать. Можно ли принять какие-то решения, чтобы хотя бы вот эту самую нуждающуюся категорию не трогать, оставить льготы, потому что, ну как раз вот этот критерий нуждаемости, по-моему, в полной росту надрисовывается. Работающие пенсионеры некоторые там суммарно с пенсией не получают 19,5 тысяч рублей. Я тоже сам лично встретился, ну случайно встретился с одним человеком, женщина в велормонии, работает в гарнировщице, пенсионерка, и говорит, у нее общий итог меньше денег. 19, там даже 18,5. Мы сейчас эту тему изучаем, изучаем, смотрим, и если это вот как в случае с филармонией, где понятна зарплата откуда, да, и понятна пенсия, абсолютно понятно. Здесь не исключается, мы будем в заявительном, по заявительному принципу приниматься бы вот эти решения. Это еще покажет вот время, как будет цена на нефть в ближайшие там месяц-два. Почему эту норму нельзя вот просто принять сейчас же? Есть проблема. Ну вот как отсеять при этом любителей подгонять свою личную бухгалтерию под липовые справки и отчетности для большей своей выгоды? Вот введут такую норму, и гадалки не ходи, что среди работающих пенсионеров найдутся такие, кто и весьма неплохие деньги сейчас зарабатывает, но при этом замострячет нужную справочку, лишь бы официальный доход был зафиксирован ниже этих самых 19,5 тысяч рублей. Таких надо отсекать. Как только мы будем переходить вот на этот принцип, он может принести любую справку. Понятно, о чем речь идет, да? Он может принести справку, что он зарабатывал там 8 тысяч рублей, ему 4 тысячи. Любую справку может принести. И таких людей может оказаться много. И снова мы окажемся, вместо того, чтобы там государственный рубль считался, эффективно использовался, он снова окажется в руках тех людей, которые справки будут выдавать. Мы сейчас ищем механизмы, где максимально объективно можно было это оценить. Какую зарплату реально, если получает и заявительный принцип, проверить, чтобы посмотреть и определить, что ему льготы назначаются. Ну и надеюсь, что по итогам этой пресс-конференции правильные выводы для себя сделают руководство Самары и Тольятти. В том плане, чтобы не удивлялись, если поимеют бледный вид в декабре. Если вдруг опять выяснится, что крупнейшие города области не фонтан, как подготовиться к новогодним праздникам в плане украшения и иллюминации. Вот вспомнилось мне это, когда губернатор по поводу общего благоустройства рассуждал. Ну и спросил его, а вот что он ответил на этот счет и чем это чревато для чиновников в следующем абзаце. Продолжение следует...